Исламское государство Ирака и Леванта провозглашено в 2013 году неожиданно для всех стало очень успешным исламистским проектом. Кстати, территория, которую контролирует эта организация, она реально контролирует сопоставимость территории Великобритании. То есть это достаточно серьезное образование и, конечно же, недооценивать его нельзя. Хотелось бы несколько коснуться связей с Северным Кавказом и чем это нам грозит. Ну, во-первых, в 2013 году произошел вот этот так называемый призыв, когда провозглашенный халиф сказал, что все должны присоединиться к джихаду, который происходит непосредственно на территории, которую пытаются контролировать вновь объявленный халифат. И вот этот призыв вызвал рост мухаджирских настроений на Северном Кавказе как среди непосредственно воюющих, то есть тех, кто воевал на стороне Кавказского Эмирата, Эмирата Кавказа, так и среди вообще широких кругов салафитов. Вообще этот призыв и вот такое намеренное накачивание мухаджирских настроений, оно не случайно, потому что вот этому халифату новому, да, исламскому государству необходимо пушечное мясо. И вот для того, чтобы обеспечивать вот этот вот приток постоянный, вот эти мухаджирские настроения специально накачиваются, в том числе и через интернет, конечно же. И этот призыв был обращен вот сразу же после декларации Исламского государства, и на Северном Кавказе достаточно серьезно этот призыв восприняли те, кто воюет. Да, в частности, Эмират Кавказ практически обезлюдил. И сами лидеры Эмирата Кавказа это признают и говорят о том, что у них очень серьезные проблемы, потому что практически все уехали на территорию Северной Ираком. Сами салафиты, сами вот люди, которые близки к этому движению, оценивают долю одних только северокавказцев в числе воюющих за исламское государство порядка 7%. И если, например, говорить о том, что 7-10% они говорят, и даже если брать вот эту минимальную цифру в 20-30% на самом деле в реальности больше, то получается как минимум 2000 человек с Северного Кавказа воюют на стороне исламского государства. Надо иметь в виду, что не только с территории, например, Северного Кавказа уезжают северокавказцы, но, например, из Ханты-Мансийского округа. В селе Силово-Гузер Кизлярского района дало 4 человека. Три из них уехали с территории российских северов. Что хотел бы я сказать? То есть уже лимит исчерпан. Вот те люди, которые хотели уехать и присоединиться к исламскому государству, они уже уехали и присоединились. И Северный Кавказ сейчас практически не дает новых участников в это движение. Во-первых. Во-вторых, очень интересно, что люди, которые туда переехали, они селятся там. Уже сейчас появились на территории Сирии населенные пункты, населенные выходцами из Северного Кавказа. Они основывают там селение, они там обосновываются. И, кстати, очень интересный метод работы дагестанские власти, например, посылают туда людей, чтобы они уговаривали их остаться там. То есть, ребята, раз вы уехали, то уж оставайтесь там и не возвращайтесь обратно. Это действительно очень, может быть, перспективный метод работы, потому что возвращение, будущее возвращение этих людей, конечно же, самая большая угроза для Российской Федерации. Почему это самая большая угроза? Потому что реально в самом Северном Кавказе вот это движение исламское государство, халифат и так далее, они не получили широкой поддержки среди мусульман региона. Посмотрите на судьбу Эмирата Кавказа, который просто деградировал до уровня террористической сети. Они даже никакой территории не контролировали, в отличие от исламского государства, кстати, которое контролирует огромные территории. То есть на Северном Кавказе эти идеи абсолютно не популярны. Все, что мог дать Северный Кавказ, дал. И для России, еще раз повторяю, огромную угрозу создает будущее возвращение вот тех людей, которые присоединились к исламскому государству. И угроза террористических актов, вот это самая главная угроза, которую мы можем ожидать от людей, возвращающихся из исламского государства. Северный Кавказе